Новый состав руководителей администрации округа будет включать 10 человек. В него войдут губернатор и его заместители. При этом они будут напрямую подчиняться главе региона и возглавлять будущие департаменты. А это значит нести прямую ответственность за принятие решений и их реализацию. Основным отличием новой структуры администрации станет заметное сокращение органов исполнительной власти с нынешних 22 до 12. Вместе с тем численность служащих увеличится с 475 до 581 человека. Сразу скажу, что большая часть увеличения происходит непосредственно с возвратом полномочий из Архангельской области. Мы даже там на вскидку посчитали, у нас порядка 70-80 единиц, это только вызванные с полномочиями с Архангельской области. К увеличению штатов служащих привело и перераспределение полномочий между округом и муниципалитетами. Итак, существующее сегодня управление, комитеты и инспекции войдут в состав 7 департаментов. Самостоятельный статус сохранят управление госзаказа, комитет гражданской обороны, управление по государственному регулированию цен, государственная инспекция по ветеринарии, государственная инспекция строительного и жилищного надзора. Владимир Бланк возглавит департамент экономики, финансов и имущества и будет курировать деятельность управления по регулированию цен. Алексей Кайдалов будет руководить департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта, а также возьмет под свой контроль Государственную инспекцию строительного и жилищного надзора. Галина Медведева возглавит Департамент образования, культуры и спорта. Нинель Семяшкина – Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения. Олег Белак займет место руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса и параллельно будет курировать Государственную инспекцию по ветеринарии. Аппарат администрации возглавит Сергей Ружников. Вакантными остаются должности руководителя Департамента региональной политики и первого заместителя губернатора, который будет курировать Управление государственного заказа и Комитет гражданской обороны. Девятый заместитель губернатора будет взаимодействовать с федеральными органами власти. Новая структура исполнительной власти будет запущена с января 2015 года. Ее окончательный вариант будет доработан и принят на следующей сессии законодателей.